Привет! Я вернулся, чтобы рассказать новости о своём заболевании и просто безумную историю. Спасибо всем, кто посмотрел мой ролик «Монолог». Там я говорил о синдроме хронической усталости и ужасном самочувствии. Сейчас я дополню тот ролик новой информацией, которая есть на сегодняшний день. Слабонервных сразу прошу отойти от экранов. Я долго думал, делиться такими вещами или нет, и решил, что стоит поделиться, ибо это может спасти чью-то жизнь. Также я хочу быть с вами открытым. Я ценю, что вы остаётесь со мной в трудную минуту. Я получаю много сообщений от людей, которые страдают такими же симптомами, как и у меня. И мне жаль, что это происходит. С тех пор, как я записал прошлый ролик, уже прошло 7 месяцев. Я решил не ставить себе окончательный размытый диагноз синдром хронической усталости или хроническую герпесвирусную инфекцию. Решил копать дальше. Так как у меня всё это время был повышен общий иммуноглобулин М, что не является нормой, а говорит, что в организме есть какая-то активная инфекция, какие-либо грибки, либо паразиты, либо вредные бактерии. Я пошёл во все тяжкие и начал применять препараты без назначения врача. Но не бездумно. Сразу скажу, что я не рекомендую вам этого делать. Просто мне было уже нечего терять, так как врачи не могли мне помочь. Я не рекламирую ни один препарат из тех, которые будут в этом ролике. И не рекомендую принимать их без назначения врача. Некоторые люди, которые писали мне, советовали некоторые препараты, которые я уже принимал. И говорили, что они им помогли, но мне они не помогли. Писали и о таких препаратах, которые я не применял. Один из таких препаратов был интерферон альфа-2b в инъекциях. Именно в инъекциях, потому что другие формы, типа капсул, либо свечей, они не помогают. Так как они не усваиваются организмом. В прошлом ролике я говорил о фуфлоферонах, но интерферон альфа-2b в инъекциях реально работающий препарат. И не относится к фуфлоферонам. Интерферон это иммуномодулятор, который оказывает противовирусное действие. У всех у нас в организме есть интерфероны, и они сражаются с вирусами. Анализ показал, что интерферон был снижен у меня в 4 раза. А значит вирусная защита очень низкая. Препарат может вызывать страшные побочные эффекты. Например, аутоиммунные заболевания. Температуру до 40 градусов. И мне было страшновато его применять без назначения врача. Я начал искать хорошего доктора. Как вы знаете, у нас в городах нигде не найти хорошего доктора. Поэтому я начал искать в интернете. Я наткнулся на канал доктора Петрика. Это известный доктор на ютубе. И связался с ним. Как по мне, это один из самых толковых врачей на ютубе. Мне просто понравились его ролики. Он говорил о синдроме хронической усталости. И я решил именно ему написать. Я купил у него консультацию, рассказал ему всю мою историю. Мы проговорили полтора часа с ним. Он был дружелюбен и приятен. Но он не сделал никакого открытия по моей болезни. Когда я спросил у него про интерферон, он сказал, что интерфероновая терапия имеет место быть в моем случае. Также он расписал мне дозировку. Я наблюдал такую ситуацию, когда я применяю интерфероны для лечения хламидиозов. Например, таких заболеваний, которые похожи на вирусы. Так вот, первая инъекция от нее колбасит. Человеку поднимается температура. Как бы ломает тело. Но потом некоторые отмечают такое прояснение в голове и какое-то спокойствие. То есть, как ни странно, физическое, дискомфорт физический, потом приводит к улучшению самочувствия. Когда я начал применять интерферон, я просто обалдел. Сначала от того, что температура у меня выросла до 39,5. При этом я чувствовал себя максимально плохо. Как будто у меня наисильнейший грипп. Тело все ломит. Очень сильно морозит. И на следующий день температура моя впервые за несколько лет спустилась до 36,1. И достигала максимум 36,5 вечером. Это была моя настоящая температура до болезни. Утром примерно даже бывало 35,7 у меня температура при интерфероне утром. То есть, я вот просыпаюсь, температура 35,7. И затем она растет, растет. И в течение дня средняя температура 36,4. Но вечером может подняться до 36,6, но не выше. Это было всегда до болезни, и это было при интерфероне. Такого никогда не было при болезни. И я офигел, если честно. Я подумал, вот, наконец, все, я выздоровел. Но не тут-то было. Впервые у меня не было температуры 37. Я был просто на седьмом небе от счастья. Я прошел месячную терапию интерфероном, и весь месяц у меня была нормальная температура. Ни разу не поднялась до 37. Но при том, что температура нормализовалась, я не стал себя лучше чувствовать. Сил у меня не стало больше. Туман из головы не пропал. Настал час икс, и я пошел сдавать анализы. К сожалению, анализы все так же были плохие. Все так же общий моноглобулин М показывал наличие инфекции в организме. И я начал копать дальше. И через время температура снова стала 37. Далее, как я сказал, пошел во все тяжкие. Сначала я начал пить противогрибковые препараты. Я не буду рекламировать их, чтобы вы себе не навредили. Я не хочу соблазнять вас делать точно так же. Это для тех, кто так же не знает, что происходит с ними вообще, почему они болеют и чем они болеют. После противогрибкового препарата мне не стало лучше. Я начал антипаразитарную терапию. Я начал читать и изучать эту сферу. Для начала я пошел и сдал анализы в институт паразитологии в Ростове-на-Дону. И мне сказали, что у меня ничего нет. Я не поверил и начал принимать противопаразитарные препараты. Все по очереди, которые я только мог найти в аптеке. Я выпил немозол. Из меня вышла какая-то дрянь. Не буду такие подробности рассказывать, конечно. В общем, я пил его до тех пор, пока из меня не вышло все. Вообще, так, наверное, нельзя делать. Но что делать, если врачи, в принципе, говорят, что у тебя ничего нет, а у тебя есть. Далее я пил другие препараты от паразитов и ничего не было. И тут я выпил яд. То есть, дикарис. Который давно запрещен в США. Никому не рекомендую применять этот яд. После него, как в самых страшных фильмах ужасов, из меня вышел огромный плоский червяк. Я обалдел. Я начал пить таблетку каждый день, так как он все выходил и выходил. Таким образом, я выпил около 10 таблеток. Чего делать было нельзя. Как я узнал позднее. Это был ленточный червяк. По его форме было легко определить, что это широкий лентец. А инфекция называется дефилобатриоз. Так называемый рыбий цепень. И можно заразиться от рыбы. Это самый длинный паразит из всех существующих. В длину он может достигать до 15 метров. Я очень любил вяленую рыбу и очень часто ее ел. Возможно, я заразился здесь. А возможно, я заразился где-нибудь в Таиланде или в Вьетнаме. Даже не знаю, сколько лет я жил с этим дьяволом внутри себя. И самое интересное, что в инструкции дикариса написано, что он против круглых червей. Но он настолько сильный, что этой твари не понравился он, видимо. Не пейте дикарис, дальше вы поймете почему. В общем, я быстро собрал вещи и полетел в Москву в Сеченовский институт паразитологии. Якобы самый лучший институт паразитологии в России. Я записался к якобы лучшему профессору Тумальской. Я пришел к ней и рассказал всю историю от начала до конца. Она постоянно перебивала меня. Не давала мне досказать что-то. А потом, когда я пришел к самой точке и рассказал, что из меня вышла эта хрень, знаете, что она мне ответила? Ой, ну бросьте вот это вот все выдумывать. Я говорю, профессор, если вы мне не верите, давайте я вам покажу фотографию. Конечно, это не лучшая моя фотография. Но она сказала, не нужны мне вот эти вот ваши все фотографии. В общем, она была крайне непрофессиональна. Она грубила. Она не давала сказать. И в итоге она намекала на то, что якобы я просто сумасшедший какой-то. Ну, как обычно, как вы слышали в первом ролике моем. В общем, она сказала мне сдать анализы. Я заплатил просто кучу денег на эти анализы, на то, чтобы к ней прийти, потому что у нее не самая дешевая консультация. В общем, анализы снова пришли чистые. У меня ничего нет. Я собрал вещи и поехал домой. Так и не получив помощи от якобы лучшего института в стране. Еще, когда она спросила, что я принимал, и она спросила, сколько таблеток дикариса ты принял. Я сказал, сколько, и она чуть сознание не потеряла. Она повернулась ко мне так и сказала, ты что, сумасшедший что ли? Ты что, типа, хочешь умереть? Типа, она сказала, что это примерно смертельная доза, и что можно выпить максимум вообще одну таблетку, и что это больше иммуномодулятор, чем лекарство от паразитов. Но везде пишут, что это в первую очередь антипаразитарный препарат. Я, конечно же, этого не знал. Я на эмоциях пил его каждый день, потому что эта дрянь из меня выходила и выходила. Не пейте эти таблетки, я от них дальше реально чуть не откинулся. Сейчас я расскажу, что случилось дальше. Пока я был в Москве, мне стало очень плохо. Мне стало очень трудно дышать, и это не было связано с коронавирусом. Каждый день у меня были приступы сильного страха, но это не была паническая атака. И у меня была очень сильная слабость, такая слабость, которой даже не было раньше. Я пошёл, сдал общий анализ и офигел. У меня началась лейкопения. Лейкопения – это когда ваши лейкоциты снижаются ниже нормы, гораздо ниже нормы. Всё это от побочных эффектов от дикариса. Всё это может случиться даже от одной таблетки, а я выпил около 10. Также этот препарат повлиял на центральную нервную систему, от чего у меня и начались проблемы со страхом. Я не знаю почему, но такого раньше никогда не было. У меня была сильная слабость, такая, что мне было трудно дышать. И так же самое, мне было очень страшно постоянно. Я не знаю, это вот всё случилось после дикариса. И причём через месяц, потому что весь месяц у меня падали лейкоциты, ослаблялся организм. И вот был пик, наверное, где-то через месяц, и всё это разом включилось. И я просто офигел. Я реально слёг. У меня было такое чувство каждый день, что я вот умру. Я получил эти анализы, и я офигел реально. У меня, ну, очень плохо. Мне было так, не было никогда. И до сих пор у меня ещё анализы не восстановились. До сих пор у меня всё это занижено ещё. Чтобы вы знали, ликопения обычно случается у людей, у которых проходили какую-нибудь химиотерапию от рака. Конечно же, с одной стороны, я пожалел, что я выпил столько лекарств, и как бы было очень страшно, что я сделал что-то необратимое. А с другой стороны, из меня вышел этот дьявол. И я бы даже не знал, и он бы жил во мне дальше. А он может жить около 20 лет, и он бы меня добил до конца, наверное. Параллельно я начал изучать, как мне вылечить этот дефилобатриоз, инфекция, которая вызывается этим червём. На сайте Всемирной организации здравоохранения написано, что его легко вылечить прозиквантелом. То есть, в России он называется бильтрицит. Но в России его практически невозможно достать нигде. Великое счастье, что я нашёл его в Москве, и то забрал практически последние пачки. Далее я полетел домой. Выпил эти таблетки, и снова были жёсткие побочки, потому что это тоже очень сильное и очень вредное лекарство. И после него вышли остатки этого долбаного червя. Он может вырасти снова, даже если от него остался маленький кусочек. Он может восстановиться до полного размера. А размер, как я уже сказал, может быть до 15 метров. Вообще, я в детстве слышал об этих всех цепнях. Там есть бычий цепень, ещё какой-то свиной цепень, рыбий цепень. Я только слышал где-то из историй страшных, что такое вообще существует. И я даже не мог подумать, что такое может случиться со мной. В общем, я подумал, что на этом история закончилась. И сейчас я такой радостный сяду и запишу вам историю, что я победил болезнь. Но нет. Прошло уже около двух месяцев. И всё так же у меня температура 37, 37,2, 37,1. Бывает 37,4. Всё так же плохое самочувствие. И всё так же анализы показывают активную инфекцию. Получается, паразит вышел совсем случайно, и дело было вообще не в нём. Хотя витамин В он у меня съел. Я сдал анализ, и витамин В на самой нижней границе. И этот паразит питается как раз витамином В. Да, можно говорить, что организм будет восстанавливаться после паразитов, но уже прошло два месяца, и организм давно бы уже восстановился. А я не вижу никакого прогресса. Вывод из этой истории какой? Если бы всё это время я сосредотачивался только на размытом диагнозе синдрома кронической усталости, либо герпеси, я бы не нашёл этого ленточного червя и жил бы с ним, пока он окончательно меня не добил бы. Ибо, как я уже сказал, он живёт около 20 лет и высасывает все ваши витамины, все ваши силы. И достигает просто колоссальных размеров. Все анализы показывали, что паразита в организме у меня нет. Эозинофилы у меня не были повышены. Общий иммуноглобулин Е тоже был в норме. Задача паразитов скрываться в организме, так, чтобы его следы никто не нашёл. Вот такой ужас может случиться с каждым. И никто вам об этом не расскажет. Скорее всего. Все три года врачи говорят мне, что дело в голове, выписк мне антидепрессанты. А когда я сам взялся за дело, рискнул, начал тестировать на себе лекарства, оказалось, что всё совсем не так. Если среди вас есть грамотные специалисты, а лучше, конечно, инфекционисты, либо вы знаете таких, прошу связаться со мной. Мы обязательно победим. Я в это верю. История ещё не окончена. Мы продолжаем борьбу. Сил всё так же мало, но я не сдаюсь. И я был бы не против рассказать о своей истории на каком-нибудь крупном канале, чтобы больше людей могли узнать, что такое вообще существует. Пишите мне на почту или в инстаграм. Я открыт для всех, но не всегда отвечаю быстро, из-за плохого самочувствия. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх, чтобы больше людей увидели это видео. Подписывайтесь на инстаграм, на телеграм. Всем здоровья. Пока.